Ремонт Крупского моста в Твери затягивается на неопределенный срок. Городские власти уже не называют точных сроков сдачи путепровода через железную дорогу. Напомним, что изначально планировалось восстановить движение на этом участке к концу мая этого года. О причинах срыва сроков и мерах, которые будут предприняты к ответственным за это лицам, узнали наши корреспонденты. Путепровод через Октябрьскую железную дорогу, соединяющий поселок имени Крупской с бульваром Цаново и улицы Орджоникидзе во вторник утром, выглядел вот именно так. Техника стоит рабочих порядка 10 человек. Темпы, которые идут на объекте, кроме того, как вяло текущими, назвать никак нельзя. Напомним, работы здесь начались минувшим летом. Изначально мост перекрыли только для транспорта, организовав временную схему дорожного движения с объездом по Южному мосту. По нему же был пущен основной поток пассажирского транспорта. С 1 октября 2019-го путепровод был закрыт и для пешеходов. Согласно условиям контракта, объект должны были сдать до 31 марта 2020 года. Однако в отведенные сроки подряд на организация, по всей видимости, не уложится. Официально признают местные власти. Наблюдается отставание от графика производства работ, предусмотренного контрактом. Перед подрядчиком поставлена задача максимально сократить отставание и выйти на плановые сроки сдачи работ. Примечательно, что еще в декабре 2019-го наш телеканал поставил под сомнение, что подрядчику удастся выполнить необходимый объем работ до конца мая 2020 года. Однако рабочая бригада тогда уверила съемочную группу нашего телеканала, что все будет завершено в срок. Работы идут по графику и никто здесь ворон не считает. Парировали строители, перечисляя, сколько всего они уже успели сделать. Первый и седьмой проект, это 22 балки, готовы 100%. Кроме этого, выведены подферники на проектную отметку. Помимо всего, разобран колесоотбойный блок. На деле не все так гладко. Отставание от графика налицо. Сроки уже нарушены. В связи с этим власти подчеркивают, что с подрядчиком ведется претензионная работа. Да и к тому же, чтобы хоть как-то нагнать темп, необходимо принимать дополнительные меры. На этой неделе планируется получить от ОАО РЖД согласование технологических окон для обеспечения возможности ремонта пролета, расположенного над железнодорожными путями. Получение согласования технологических окон позволит активизировать ремонтные мероприятия. Точных даток окончания ремонтных работ никто не называет. А значит, веричанам остается только надеяться и ждать, когда этот участок будет открыт для автомобилистов и пешеходов. И пробок в городе наконец-то станет значительно меньше. В общем, все как обычно.